Коньки и немного свободного времени. Вот все, что нужно жителям студгородка, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией. На территории кампуса рядом с университетским стадионом открылся каток. Вместе со студентами опробовать лед пришел ректор и представитель администрации вуза. Это очень важно, поскольку мы приобщаемся с зимним видом спорта. Мы дышим воздухом, тренируемся, становимся спортивнее, бодрее, веселее и лучше в учебе. Я живу рядом, мы постоянно ходим с дочкой вместе кататься и приглашаем всех желающих. Это тоже на нашем удивительном замечательном катке, прокатиться всей семьей и получить удовольствие. Второй год подряд инициаторами заливки льда выступают студенты политеха. Каток – хороший способ скрасить досуг, особенно в период пандемии, когда массовые мероприятия запрещены. И специалисты не рекомендуют посещать места скопления людей. Для тех ребят, которые останутся здесь на каникулы, это будет местом, где могут они применить свою силу и энергию. В каникулы немного покататься и отдохнуть, не выезжая далеко за пределы студгородка. Площадку под каток начинают готовить еще с осени. Виной тому непростой рельеф местности. Постепенно выравнивали грунт. Потом дождались морозов, начали заливать. Выровняли площадку всю, отделали борта снегом и поднимали уровень воды. А сколько слоев здесь дали на мороженое? Приблизительно 15. Одной из первых подчертить коньками на льду пришла Арина Комадова. Признается, что очень ждала, когда отводят каток. И уверяет, пустовать он точно не будет. Ну, очень здорово, что на территории студгородка, то есть общежития недалеко. Очень классно. А в чем прелесть катания на коньке? Стресс. Это заставляешь, расслабляешься, отдыхаешь, это чего бы, тем более сейчас сессия. Каток, хоть и университетский, но доступен совершенно бесплатно всем жителям студгородка. Главное – найти коньки. Коньки.